Всем привет! И с вами снова Вета! И мы вместе с Белочкой и Домино продолжаем искать щенков и, в принципе, путешествовать по стране, по миру. Я даже толком уже не помню, где они там нас путешествуют, но, в общем, мы продолжаем искать и спасать щенков от стервела и её игрушек. И, как обещала я... Ой, господи, я всё никак привыкнуть не могу. Колёсико. Я меняю управление на Домино. Теперь мы будем играть им. Такой вот у нас мальчишка. И у нас сегодня уровень Пикадилли. Я стартую на нём. Тут у нас, как видим, едет автобус. Вот у нас какие-то тут здания, какие-то большие классные рекламки. В общем, мы с вами отправились на Пикадилли. И там у нас... Нас уже ждёт наша старая подружка Непоседа. Привет, Непоседа! Где это мы? Мы на Пикадилли. Тут много машин, магазинов и дорог. Мне нужно к Биг Бену. Ты можешь показать мне дорогу? Беги за автобусом на Трафальгарскую площадь. Я побегу по крышам. Встретимся там. Да, в общем. Что-то как-то она никуда не убегает. Она сидит почему-то и пытается чего-то ждать. Ой-ой-ой. Опять эти машинки. Как помним, они на первом уровне вместе с Белочкой и с Непоседой уже были. Так, всё путаю. Белочка. Это персонаж белый щенок. Непоседа. Это белка. Ой, смотрите, сколько косточек там тут дали. Ну, как видим, опасность миновала. Мы можем спокойненько тут побродить. Видите, вот там вот за решёткой косточки. Мы к ним обязательно попадём. Особенно таким путём. Можно даже уже было заместить кин. Так, что тут у нас есть? Смотрите. Джаспер, чёртов тупица, немедленно сними трубку. Думаю, этот мерзкий щенок вертится где-то рядом. Джаспер! Это типа автоответчик от Стервелла или что? А, типа мы поговорить больше не можем. Жалко, жалко. Просто, знаете, тут можно было поговорить. Ой, господи. Да, кстати говоря, если мы встанем перед автобусом, он нас не задавит, а просто на что-то сигналит. То есть, смотрите, вот так вот это выглядит. Вот, хороший автобус. Просто-просто, чтобы мы дали ему пройти. Ну да ладно. Так, проезжай, дружочек. Блин, классный автобус. Я всегда мечтала на таком поездить. Сейчас, в принципе, для этого необязательно находиться в Англии. Посмотрите, как он опять звонит. Господи. Знаете, это как дети маленькие любят хулиганить, по телефону куда-то звонить. Вот реально, такое чувство, будто какой-то ребенок подражает голосу старушки. Так, откапываем гостушку. Знаете, даже просоцировалась с одним моим знакомым. Ну, правда, у него уже сейчас давно-давно не такой голос. Ну да ладно. Мы как бы идем за автобусом. На самом деле, ну понятно, что он где-нибудь туда. Вот автобус едет. Мы едем за ним. По-моему, там будет еще автобус, если не изменяет память. Или нет, слушайте. Не помню. Ну вот, мы выходим типа на Дрефальгарскую площадь. Реальное существующее место. Вот, видимо, Белочку. Так, что ты мне скажешь, дорогая моя непоседа? Ой, какая огромная колонна. Я знаю, что на нее можно залезть. Есть один секретный способ. Нужно повернуть четыре маленькие статуи. Тогда колонна опустится. Что еще скажешь? Еще? Ну, если ты гавкнешь, крышка люка слетит. И тогда можно будет залезть в колодец. Ну, срежешь путь и все такое. Понятно. Ну, это я все и так знала. Так, тут у нас что? Тут у нас что? Кто? Кто? А, тут люк. Вот, смотрите, мы гавкаем. Крышка слетает. И вот, смотрите, нас как раз таки выкинуло именно сюда. Здесь у нас косточки. Блин, слушайте, я... Вот, не знаю, мне так хочется еще раз посмотреть, что нам скажут по телефону. Я подключил к телефону электрический энцефалопром, чтобы проверить, или ударит, или не оттуда. Ай! Да. Похоже, моя гипотеза подтвердилась. Да, дурачок. Ну да ладно. Возвращаемся обратно таким же коротеньким путем. Кувыркаемся, кувыркаемся. Опа! Вот так вот нас выкидывает обратно. И теперь, 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 теперь надо камеру повернуть. Ой, я уже вижу, там едут мои нелюбимые игрушки. Но хотя нельзя сказать, что все игрушки я тут любила. Вот, кстати говоря, будем опускать вот ту колонну. Видите, какой она высоты, да? Что-то жмем shift. Вот так вот у нас она соединяется. И немножечко опускается. Ну, соответственно, еще три таких колонны нас ожидают. И сейчас давайте расправимся с этими... Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Так и он меня не ударил? Это повезло, потому что он, по-моему, стреляется каким-то хлебом. Как мне показалось. Так, немножечко подлетаем на этом, на фонтане. Это, кстати говоря, не так-то просто сделать. Ну, или я просто разучилась играть, я не знаю. Он, кстати, второй ездит, видите? Наверное, так. Там еще... Да блинский, что ж происходит-то? Вау! Короче, ладно. Возможно, даже серия заценится только из-за этих чертовых косточек в фонтане. Все, осталось последнее. И опа! Вот, шикарно, все. Теперь давайте побежим, расправимся с тем козлом. Ай! Видите? Ударил, зараза такая. Ну, зато появляются косточки. Вот терпеть не могу эти танки. О, вот этот щеночек. Я не помню. Первый, по-моему, если не ошибаюсь. Молодец! Вот, на трех первых уровнях первый щенок всегда говорит фразу «молодец». Так, выращиваем еще одну колонну. Сейчас надо где-то хп-шку пополнить. Опять эта колонна опускается. У меня осталось еще две статуи. Идем на вход в такое здание. Это какой-то, не знаю, дворец или что это. Вот, смотрите, наш новый враг. Он довольно смешной. Нехорошо, я знаю. Давай тебя автобусом задавят, окей? А, он завис, отлично. Ну, ладно. Я просто хотела еще кое-что показать, что этот клоун делает. Но, видимо, это придется как-то, не знаю, ждать, пока оно само произойдет. Так, поворачиваем третью колонну. Опять она опускается. Вот уже эта штука опускается. И теперь на противоположной стороне нас ждет четвертая колонна. Так, немножечко тоже ускоримся. Харм-харм-харм-харм, посточки. Поворачиваем. Вот, она опустилась совсем. Теперь на нее нужно запрыгнуть. Это тоже далеко не с первого раза можно сделать. Так, выходим сюда. Теперь, ой. А, тут можно, в принципе, в прыжке нажать. Shift, ай. Короче, вот так. Убираем косточки. И, оказывается, наверху. Тут можно так осмотреться. Но тут, видите, ничего особенного. Такие весьма странно нарисованные декорации. Если можно так назвать, там какие-то домики. В общем, все слишком плоское. Все слишком необъемное. И теперь надо с нее спрыгнуть. И вот так вот мы звездочку на ней открыли. Уж не знаю, как это. Вот, смотрите. По-моему, она еще выше стала, эта колонна. Сейчас давайте издалека на нее посмотрим. Нет. Это еще не совсем издалека. Допустим, если мы сбежим сюда. И вот отсюда так посмотрим. Вау. Смотрите, какая она классная. Слушайте, она реально еще выше стала. Так, ладно, давайте понюхаем. Домино, нюхай. Нюхай, нюхай, нюхай. Так, тут было что? Ой, машинка. Привет. Лично. Из нее выпал хот-дог. Он-то и пополнит нам здоровье. Так, здесь опять клоун. В общем, странный немножко клоун. Он немножко завис. Господи. Да, он показал нам трусы. Именно это я и имела в виду. Не знаю. Так, сохранили игру. Теперь надо уничтожить этого клоуна. Мы выпустим второго щеночка. Так, давай, чувак. Так, чувак, я тоже кувыркаться. Ой-ой-ой-ой, я тоже умею кувыркаться. Ой, господи, ну что ж ты творишь-то, чувак? Слава богу, что он меня не задел. Показывает нам свои труселя в горошек. Это тупо, весьма тупо, но забавно. Так, по-моему. Да, по-моему, здесь... Вот оттуда нам предстоит сюда попасть. Сейчас. Ой, господи, опять эти чертовы танки. Кыш. Кыш. Можно было... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Видите, один все-таки нас задел. Можно было бы, конечно, взять и убежать от них в люк, но все равно было бы... По-моему, они все равно прошли. Короче, ладно, хот-дог нам еще пригодится. За черт возьми. Эти лестницы надо повернуть в камеру. Без этого вообще никак. Знаете, вот я не знаю, как я жила раньше, когда не поворачивала тут камеру. Гав. Отлично. Кость, кость, кость. И хот-дог. Шикарно. Надеюсь, что танки больше меня не повредят. Очень на это надеюсь. Так, раз. Два. Ой. Ничему жизни не учат. Вот честное слово. Так, три. Четыре. Пять. И, по-моему, да, я все правильно помню. Непоседа нас уже ждет. Непоседа, а что это за штуки в стене? Профессор Дурелом устроил какую-то хитрость. Нужно по порядку выбирать фигуры, а выберешь неправильно. Придется начинать сначала. Ну, не так-то уж что-то и прям горестно, как она это преподнесла. Опять тут какие-то баги, баги, баги. Просто жуткие баги. Ну, да ладно. Я раньше что-то никогда не замечала. Я так примерно, может быть, помню. Ну, короче, давайте попробуем. Так, это правильно, зелененькое. Так, если сюда. Так, это неправильно, окей. Сначала. Профессор Дурелом. Это тот самый гений, который на самом первом уровне у нас был. Точнее, он изговаривал с Эстервеллой. Вот тут я не помню, честно, как надо дальше. По-моему, сюда. Неправильно. Ну, ладно. Заново. Раз. Два. Три. И сейчас четыре будет? Да. Вот так вот там выезжают ступенечки. Можем добраться до ящика с щенком и получаем наклейку. Тут, кстати, говорит, смотрите, какой-то Микки Маус. Тут у нас лапка. Так, тут у нас не дают пройти. Тут смайлик и тут просто пятиугольничек. Окей. Я на свободе! Половину щенков мы уже нашли. Это не может нас не радовать. Ну, короче, Профессор Дурелом это чокнутый гений. Такой худощавый профессор в очках. Мы, короче, будем его еще встречать. И попадаем в новую локацию. О, смотрите, кто тут. Это у нас еще один слуга Астервелла Гораций, он же Хорос, он же Лошадка, как его называли. В немножко другом переводе. Да, у меня был диск с другим русским переводом. Как-нибудь тоже об этом расскажу, но явно не в этой серии. Там будет такой момент. Ну да ладно. Как видим, у нас пока что не замечает. Давайте спросим, что нам типа делать. Ой, смотри, вон там, вон, около Горация. Ну, видим, что тут есть люк. Это что такое? Это не переведенная фраза или что? Лишка, люка, только и ждет, чтобы ее как следует облаяли. Эй, смотри-ка. Ой, теперь надо повернуть камеру, быть очень осторожными, чтобы нас не схватили. Эй, ку-ку, чувак, 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 чувак. Ну вот и открыто. Сейчас повеселимся. Только не это. Иди сюда, животное. Сейчас я тебя поймаю. Эй. Слишком просто. Как только маленький щеночек смог передвинуть такую игрушку люка. Как уже гаранты, сегодня не в настроении. Окей, кстати говоря, по-моему, если нам пытаться пройти по этому люку или палать на него, то... Ну, короче, надо будет еще потом сюда вернуться. Так, давайте сюда зайдем, поговорим. Жизнь-ка. Малебо, малебо. И какие-то макаки. Да, это было и в английском переводе... В английской озвучке, и в другой русской. Короче, все это я знаю. Так, пока. Пока. Бесить меня эти клоуны. Ну, ладно. Так. Ну что, Гораций, что ты мне скажешь? Мне казалось, что он еще оттуда что-то говорил. Ну, да ладно. Так, мы это слышали уже. Ну, видимо, это по второму кругу пошло. Так, давайте понюхаем. Тут где-то наверняка были зарытые кости. Еще кажется, что мне надо куда-то назад бежать. Так, давайте побежали, побежали. А, или нас все-таки ведет дальше? Нет, смотрите, куда тут это нас ведет? А. Ну да, не ищем легких путей. Я-то совсем забыла. О, попугайчик. Афиг, если лучше сохраняемся, а то мало ли что. А, нас таки ведет назад. Или это нас ведет вперед? Ой-ой-ой-ой-ой. Как же так? Идиотская машинка. Не зря я их так ненавижу. Ага, нас ведет уже дальше. Смотрите, тут уже немножко другая локация. Тут ездит маленькая машинка. И, в принципе, довольно уютно, на мой взгляд. Не знаю, что я сейчас сказала. Пока. Так, тут у нас что? А, тут у нас появились косточки по кругу. Ладно, давайте их соберем. Освободим еще одного щеночка. По-моему, уже скоро. Да, по-моему, это пятый и шестой. Или нет? Или еще не пятый? А, нет, по-моему, еще один щенок есть. Ты супер-щенок! Не, это всего лишь четвертый. Окей, нюхаем. По-моему, тут по центру зарыта. Ну, не совсем по центру. Мой внутренний перфекционист немножечко страдает. Что, еще косточка? А, теперь нам намекают, что надо забраться на машинку. Стоять! Стоять! Алло! Так, вот запрыгиваем на крышу. Тоже в детстве было весьма проблематично такое сделать. Сейчас давайте. Так, выполняем хп. Так, худок. Что я сделала? Боже мой! Что я за криворукая такая? Стой! Стой, сказала. Ты тут не проедешь! О, ура! Косточки, косточки. Так, шикарно. Там у нас уже, по-моему, выход. Мы пока что собираем косточки здесь. Сейчас нужно не дать этой машине проехать. Нам. Пока что тормознем ее здесь. Дальше уже посмотрим по ситуации. Вот она ради моей едет. Фара как глазище. Как будто бы рот у нее еще. Да. Так, вот тормознули машинку. Так, теперь надо аккуратненько так это... Эй! Эм, вы серьезно, да? Окей. Ну все, разбегаемся, прыгаем к щенку. Отлично. Да еще бы. Так, но все-таки из какой-то попытки мы все это сделали. Так, теперь надо вот аккуратненько. Оп. Оп. И еще раз. Оп. Теперь давайте так пройдем в другую сторону. Вот к тем вот несчастным косточкам. Оп. А! Ай-яй-яй! Оп. Давайте аккуратненько так. Оп! Шикарно! Все, наконец-то я это сделала. 92. Осталось совсем чуть-чуть. Ой. Я немножко перепутала. Кнопки. Так, нас опять ведут куда-то. Непонятно куда. Да ладно. Сейчас, по-моему, опять будет какая-то гадость. А, я вижу уже гадость. Так, опять сохраняемся. Сохраняться нужно обязательно. Так. Чувак. Да, эйклся мне тут. Отлично. Люк. Еще один шнучек. И нам дают наклейку за шестерых щенков. Видите, где мы с вами оказываемся, да? Так. И нас ведет прямиком в люк. Да, домино? Домино, домино. Так, тут у нас уже выход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видели, как я ловко проскочила? Отлично. Отлично. Плюс три косточки. Девяносто восемь. Блин, еще где-то две штуки мы потеряли. Окей. Сейчас будем носиться по уровню. Или не будем. Ну, одна косточка здесь. Это ясно. Вы издеваетесь, что ли? Я немножко ступанула. Так, ну что, куда нас приведет, ребят? Мне даже интересно, где я забыла косточку? Почему меня не могли привезти к ней раньше? Какими нас кругалями забавными водят, однако. Я не знаю, конечно, может это стоило вырезать там или как-нибудь на ускорении там пройти. То есть ускорить, поставить под эту веселую музычку и все такое. Но, как видите, нас ведет практически так. Немножко поднимемся. Нас ведет практически в самое начало уровня. Кстати, заметили, как это странно? Немчу реку и птички. А так, нас проводят мимо люка. Окей. А, боже мой, еще это начинается фигня. Хорошо, мы поняли. Нам надо подняться по лестнице. Окей, что дальше? Да ладно, нас реально ведет начало уровня? Ну, как это вообще так, а? Все-таки тут была зарыта косточка. Меня просто взяли и тупо обманули. О, вот ты где. Зараза. Ну, ладно. О, смотрите. Вот это то, о чем я давно хотела рассказать, но я не знала, каким образом это можно сделать. Смотрите, мы нажимаем shift. И смотрите, что сейчас будет. Якоб. Нас приглашают полетать на якобе, на попугае по всему уровню. Сейчас мы полетаем вот так вот по локации. Посмотрим всякие местечки. То есть, видите, вот он так нас забавно мы петляем, виляем. Прилетаем мимо того места, где был Гораций. Я вот, знаете, не знаю, уже надо до начала уровня вернуться или что для этого надо сделать, я так и не поняла. Если кто-то знает, можете в комментариях написать, как бы, с чем это связано. Просто у меня это получалось сделать на двух уровнях. На уровне магазина игрушек. Вот, смотрите, вот мы так замечательно полетали. Вот нас опять могут предложить нам полетать на попугае. Но мы этого делать уже не будем. Мы уже с вами будем двигаться в конец уровня. То есть, вот такая вот синенькая штучка. Это полет на якобе. Кстати говоря, она все еще там. Да, она все еще там. То есть, как-то это можно активировать. Например, в магазине игрушек я летала на попугае. По тоннелю с поездом, помню, летала. И еще на одном уровне, который нам еще предстоит пройти, это уровень ферма. Но он еще довольно-таки не скоро нас ждет. Но, тем не менее, я рассказала, как оно обстоит. Так, тут у нас Гораций. Давайте еще раз попробуем. Не, он никак и не реагирует на нас. В общем, вот так вот мы с вами смогли рецезреть полет на попугае. Я надеюсь, это еще не последний наш полет на попугае. Может быть, на каком-то из последующих уровней нам мы сможем его осуществить. Да, якоб. Или какой хороший. Ну да ладно. Окейшки. Идем в конец уровня. Тут какой-то белишка висит. Так, слава богу, нас уже никто не ждет. Ни из каких врагов. Получаем последнюю наклейку. И вылетаем из уровня. Сохраняем игру. Вот здесь. 16% у нас пройдено процентов. И сейчас начнется катсцена. Так, нет, это мы уже смотреть не будем. Да, сохраняемся. И снова попадаем в нашу менюшку. Конечно же, смотрим альбомчик. Вот у нас уровень Пикадилли. Тоже, обостите внимание, а не поседа. Сидит у нас на голове. Пытается позвонить кому-то по телефону. И гораться и убегает от автобуса. Странно, что он тут такой чистый. В общем, вот так вот. Следующий уровень у нас Биг Бен. Пройдем его мы уже в следующей серии. Сейчас выйдем. Из альбома. На самом деле, Биг Бен один из моих самых нелюбимых уровней. Ну да ладно. Об этом мы уже поговорим в следующей серии. А пока что пора нам с вами заканчивать. И с вами была Вета. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Всем хорошего настроения. И всем пока-пока.